здравствуйте дорогие мои друзья с вами елена и вы на моем канале винтажный буфет сегодня мне захотелось показать вам свои бомбоньерки некоторые из них вы уже видели но у меня появились очень красивые пожалуй самые красивые которые есть в моей коллекции и приобрела их задолго до сегодняшних событий но показать решила именно сейчас когда так хочется красоты и всего такого приятного для души ну для начала вспомним что такое бомбоньерка бомбон есть такое французское слово конфета и соответственно бомбоньерка это предмет для конфет то есть вазочка для конфет и она бывает вот с крышечкой потому что бомбоньерка это изначально можно перевести как коробочка для сладости для конфет и такие бомбоньерки изготавливались из разных материалов в свое время и дарились как презент гостям или друзьям и так далее ну история бомбоньерки у нас начинается где-то с 15 века именно тогда возникла эта традиция дарить сладости в коробочках каким-то важным лицам персонам и изначально это были коробочки из картона из разных других материалов из дерева хрусталя стекла и конечно же из драгоценных металлов золота серебра и естественно фарфора и сейчас я вам показываю бомбоньерку на мой взгляд она очень винтажная немецкая мне она досталась подарок от немецкой семьи тем более что я ее буквально спасла от того что ее уже приготовили выбросить то есть она была такая неухоженная стояла уже среди прочих других вещей которые приготовили на мусорку посмотрите какая у нее красивая форма форма такая форма шара она такая круглая и простые лаконичные формы я думаю что это 50-е годы она без единого скола была из под сахара я ее конечно забрала с удовольствием бомбоньерка можно отнести и вот такие маленькие коробочки мы называем их сейчас уже шкатулочки или картонную коробочку красиво украшенную цветами и лентами которые преподносились гостям на свадьбе в знак того знак благодарности что они посетили торжество но это я вам поставила как для примера а теперь я покажу вам следующий своей бомбоньерки еще дополню что бомбоньерка это часть свадебного ритуала между супругами сложилась традиция на помолвке будущие супруги обменивались вот маленькими такими шкатулочками или коробочками где было были сладости в знак наверное сладкой жизни будущей и это была очень приятная традиция следующая бомбоньерка выполнена из хрусталя это тоже даже не помню откуда она у меня наверное тоже немного очень досталось от немецкой семье которые жили с нами по соседству и при переезде они мне отдали очень много посуды видео о такой посуде у меня есть позже бомбоньерки стали вручать за хорошую службу украшали такие бомбоньерки очень красивыми цветами драгоценными металлами украшениями и даже перламутром эмалью и золотом вот посмотрите какая у меня есть маленькая тоже я вам ее не показывала маленькая такая шкатулочка вот видите они примерно одинакового размера и я думаю что это капот демонт и потому что здесь надпись похоже на итальянскую очень красивая вам бомбоньерка попалась мне в магазине секонд-хенд интересные очень формы такая она не глубокая смотрите какая прелесть резьба тоже хрусталь и вот такая интересная крышка с длинной ручкой то есть она похожа на парфюмерный флакон думаю что это арт-деко и скорее всего к ней был в комплекте еще такой же флакон если я не заблуждаюсь покажу вам поближе вот эту резьбу нарезку тут и листья и цветы по моему это лилия и очень красивые такие разные линии и полосы нет у меня есть флакон такой очень похож кстати вот мне нравится тем что она такая неглубокая и смотрится очень эффектно еще одна очень красивая бомбоньерка вот такая тоже красивой формы округлой мне такие нравятся хрустальная такой же ручкой красивая у нее крышка я сменила фон потому что так более точнее виден рисунок здесь какие-то ветки резко нарезка и такие же повторяются на чаши тяжелая объемная можно использовать ее как вазу для салата можно использовать ее как конфетницу и так далее вообще назначение бомбоньерок это всевозможные функциональные свойства хранения в них держали все подряд и сладости и какие-то украшения и бижутерию и даже предметы для рукоделия эту по моему я нашла тоже в секонд-хэнде знаете друзья у меня очень много предметов которые я вам еще даже не успела показать как красиво она смотрится в интерьере есть у меня и простые стеклянные бомбоньерки в них я храню какие-то предметы для рукоделия причем вот эта большая здесь у меня хранятся нитки мулине вообще я очень люблю стеклов знаете мне меня привлекают просто даже какие-то простые бутылки из красивого стекла например из зеленого или медового цвета попробуйте очистить любую бутылку от этикеток и посмотрите как она будет красиво и пригодна для украшения интерьера особенно смотрится бутылки когда их несколько совершенно очаровательная малышка мне встретилась совсем недавно она очень маленькая сантиметров наверное 10 12 если не меньше и посмотрите какая она неоригинальная птичка и сам рисунок есть такой хрусталь целая серия такого хрусталя где вот эти медальоны с птицами красного цвета из рубинового стекла я к сожалению не могу вспомнить в общем не стала искать название этой серии но это немецкая немецкий бренд это же он ценится в германии и любим многими мне попадалась такая посуда ну вот с исключением вот этой бонбоньер я много хрусталя думаю что уже нет смысла покупать но вот эта миленькая штучка очень мне понравилась дамская причем да здесь можно положить какие-то леденцы таблеточки поставить ее на туалетный столик еще одна чудесная бонбоньер к это уже из керамики форме кашпо купила я их вот так вместе она не в небольшая и не маленькая такая сантиметров наверное 15 высоту и посмотрите на эти цветы они только вот здесь по моему скол давать чуть только сейчас заметила но в целом такие цветы очень трудно сохранить первозданным еще один скол небольшой ведь как а так бы я даже и не заметила казалось мика же что они были без сколов но не суть дела мне это очень нравится они дополняют друг друга и это у нас италия что можно предположить мануфактуру каподимонте стиль такой мы знаем может быть это другое другой итальянский бренд но я думаю что очень похоже россия бонбоньерки пришли в девятнадцатом веке и в основном это были коробочки и шкатулочки из фарфора у меня тоже много таких шкатулочек как-нибудь я вам их покажу а сейчас я вам показываю бонбоньерку из кобальта это была самая первая моя находка на первом блошином рынке в германии года два назад я ее нашла я вам ее уже показывала здесь очень красивая цировка и глубокий кобальтовый цвет жалко что она была без крышки я не знала тогда еще что это бонбоньерка я подумала что это какая-нибудь емкость для салатов в нашем понимании такие емкости похожи на вазу для салата но это было бонбоньерка почему удачная потому что это розенталь зельб плюс берг германия пятьдесят третий год купила я ее совсем дешево за 2 евро фермер продавал очень много предметов из своего дома и это бонбоньерка мне досталось совсем по минимальной цене же я купила еще одну такую похожую бонбоньерку тоже красивая цировка много золота и она более темная и с крышкой причем внутри она тоже покрыта кобальтом и эта крышка очень хорошо подошла к первой бонбоньерки бонбоньерки большие объемные глубокие очень много сюда входит сладостей и вторая бонбоньерка от мануфактуры баройтер вальд засен говорит о том что это 50 50-е годы здесь как будто бы трещины но это не трещина какая-то просто не знаю даже что это не царапина просто какая-то полоса непонятная была она в наборе с блюдом с большим с друзья очень красивая великолепная бонбоньерка из фарфора в отличнейшем состоянии красиво украшенного такими виньетками из золота фигурная ножка рельефная и вот такие букеты роз и крышка у нее такая интересная тоже по своей росписи декору и вот такая такой держатель круглый просто облито золотом золото очень хорошей сохранности она тоже большая но чуть-чуть поменьше чем кобальтовые мне она очень нравится конечно эта красота внутри она белая и это клеймо оскар шайлер причем мануфактура уже принадлежит winter link бавария германия и это клеймо такое с ветками ставилась период с 50 по 90 год аббревиатура оскар шайлер инициалы здесь мы видим в клейме 17 года эта мануфактура принадлежала уже мануфактуре winter link и самая удачная моя находка из серии бодбоньерок это вот такая интересной формы как пирамидка видела я такую всего один раз с другим декором но здесь вот смотрите какой какая деколь я уже хорошо рассматривала ее думала что может быть это все-таки ручная роспись но нет это деколь интересная совсем для меня вот лично форма такая как шатер и шишечка такая на верхушечке очень редкая бомбоньерка и это снова розенталь клеймо уже другое здесь стоит студия линия германия вообще у розенталь очень много клеем внизу мы видим черточку есть с одной точкой есть двумя с тремя точками есть тремя черточками и это всегда говорит о периоде определенном когда ставилась то или иное клеймо и такое клеймо принадлежит мануфактуре филипп розенталь марка 69 год на мой взгляд это самые красивые мои бомбоньерки фарфор конечно я люблю больше чем хрусталь посмотрите какие они чудесные и вот друзья давайте посмотрим еще раз на мои красивые бомбоньерки каждая из них хороша сама по себе друзья мои я благодарю вас за просмотр спасибо что вы уделили мне несколько минут своего времени и если вам понравилось мое видео прошу отметить это в комментарии и не забудьте пожалуйста поставить лайк еще хочу пригласить вас на мой второй канал с одноименным названием на яндекс дзен ссылку я оставлю в описании а также есть ссылка в сообществе заходите смотрите мои фотографии и ссылки на те или иные ролики а я желаю вам всего самого-самого наилучшего и мирного неба над головой до новых встреч дорогие друзья друзья